Добрый день! Ближе к вечеру, но пока ещё день. Итак, друзья мои, я много говорила о приворотах и о том вообще, насколько это опасно, не нужно, насколько это глупо. Но сейчас я, скажем так, поговорю с вами о более таком жестоком явлении, например, разбивание семьи, разорение семьи, уведение из дома мужчины, как правило, редко на женщину делают приворот, чтобы увезти из семьи. Я таких ещё случаев не знаю, чтобы на женщине делали приворот и уводили её из семьи. Как правило, это делают женщины на мужчину. Дорогие друзья, люди имеют право разлюбить, люди имеют право любить другого человека и уйти. Это право каждого. Я всегда говорю, что если нет взаимопонимания, если нет счастья, если нет уже любви между людьми, нельзя удерживать силой из-за общественного мнения, из-за родственников и прочее. Всех приветствую. потому что общественное мнение и родственники и всем на свете вокруг нужно, чтобы им было удобно. Вот им главное, чтобы им было удобно. Вы должны быть им удобны. А удобно родственникам это, чтобы вы тихо страдали, молча переносили унижения, побои. Но, знаете, на Востоке говорят, хоть пусть убивает, но чтобы не была разведенная. На Западе говорят терпи ради детей и ради квартиры. Ну, в общем, везде находят какую-то причину терпеть. А в браке надо быть счастливой, а не терпеть. Не терпеть надо мужчину, а любить и радоваться, что он есть. Знать, что есть у тебя друг, который в тяжелую минуту рядом с тобой. А не просто тиран, который поставил свою печать, знаешь ли, осчастливил тебя, и вот так с барского плеча, мол, я на тебе женился, и ты должна до конца своих дней чуть ли не кланяться, мне ноги лобызать за то, что я взял тебя в жены. Не терпеть нужно в браке, в браке нужно любить. Хотя любовь это искусство, любовь это работа. Нужно постепенно создавать семью, постепенно как бы понимать друг друга, становиться друзьями, страсть, секс, постель, это все временно, это все наскучит, это все пройдет, поверьте мне. Пока у вас этого нет, пока вы скучаете, пока у вас любовь в одном месте горит, пока вы звоните друг другу до утра, по телефону разговариваете, шушукаете, чуть ли не отключаетесь с этим телефоном в руках, вам кажется, что вот любовь, это вот день и ночь с постели не вылазить. Но когда уже в этот период уже такой конфетно-бумажно-бабочный прошли, вы становитесь друзьями, должны стать, по крайней мере, чтобы всю жизнь быть рядом, и это ермо тянуть вместе. Семья – это такой островок покоя, понимаете? Семья – это крепость. Когда человек знает, что он здесь в безопасности, почему человек более всего, как бы ближе всего к себе считает свою семью, своих родственников, потому что, как правило, одинаковый генетикой человек, люди, живущие под одной крышей, люди, у которых одни и те же интересы, то есть они хотят вместе дом купить, жить, они хотят вместе свадьбу сыграть, они вместе собираются на семейный совет и так далее. У них общие интересы. А когда у людей общие интересы, это группа людей, у которых общие интересы. Эти общие интересы можно быстрее воплотить, когда ты не один это делаешь, а, ну, например, там 5-6 человек. Вы собрались, каждый работает в семье, в нормальный бюджет рассчитывает, например, на одну зарплату питаются, вторую зарплату откладывают, что-то купить и так далее. Это называется семья. Семья должна быть крепостью, семья должна быть убежищем, семья должна быть местом морального, человеческого воспитания и понимания. Если семья превращается в бодлятник, если семья превращается в проходной двор, если семья превращается вместо тирании, издевательства, унижения и прочее, это уже не семья, это уже люди, которых чуть ли не насильно связали и заставляют жить вместе какие-то жизненные трудности и проблемы. Это не семья. Так вот, дорогие друзья, если вы разлюбили человека, уходите, уходите, создавайте новую жизнь. Я сейчас не говорю о том, что вот все люди, которые, например, полюбили другого человека, ушли, создали новую семью, здравствуйте, что они такие мрази и шлюхи и шалавы. Нет. Люди полюбили, люди поняли, что в этой семье нету счастья. Если мужчина не дает тепло женщине, она ищет это тепло в другом месте. Она может отказать одному человеку, второму, двадцатому, пятидесятому, понимаете? Но рано или поздно, когда она почувствует, что все равно ее верность, ее любовь никто не ценишь, что все равно ее обзывает шлюхой и проституткой, то она скажет, может быть, хватит терпеть это все, разведется, уйдет и выйдет замуж за того человека, который любит ее и который за нее готов бороться. Еще один момент, дорогие друзья. Измена разрушает и вас, и вашу семью, и измена – это преступление против самой себе и против мироздания. Хочу вам сказать, не изменяйте. Измена – это не любовь. Любовь, знаете, это чувство, которое ты контролировать не можешь. Измена – это постельные отношения. Измена – это физическая близость. Пока вы замужем и женаты, не изменяйте, вы не имеете на это права. Даже если ваш муж тиран, если последний подонок, вы не имеете права ему изменять. Вы можете уйти от него, у вас есть на это право. Уходите. Если этот человек обходится с вами бесчеловечно, если вы полюбили другого человека, уходите, боитесь его, боитесь расправы или чего-нибудь еще, тайком уйдите, убегайте. Но изменять вы не правы, не имеете права. Ни мужчина, ни женщина. Измена – это нарушение баланса. Дорогие друзья, есть другой момент. Мужчина испокон веков, привыкший к гаремной жизни. У мужчин было много женщин. Почему раньше гаремы разрешались везде и всюду? Потому что раньше женщин было много. Давайте сейчас вы не будете меня сейчас учить, любовницы нужны или не нужны Евгения Маркова. Если вы любовница, чья-нибудь, это не говорит о том, что любовницы вообще кому-либо нужны. Любовница – это как туалет. Мужчина идет туда справлять свою нужду, но любовница никогда не станет любимой женщиной. Понимаете? Любовница не станет женщиной второй любимой женщиной. Так что, если вы любовница чья-либо, не надо оправдывать любовные шашлы или грязные связи на стороне, считая, что это нормально. Это ненормально. Если мужчина любит эту женщину, он должен одну женщину оставить и уйти к другой женщине. А если он и там, и там, то любовница, дорогие друзья, это всего лишь унитаз. Пошли, исправили нужду, вернулись домой. Не будьте унитазом, но если вам нравится быть унитазом, то не надо этот унитаз восхвалять. Пойдем-то и дальше. Итак, мужчина всегда был, как бы, скажем так, в гаремной жизни. ему нужно было много женщин. Именно поэтому мужчина иногда может себе позволить, да, вот, не может, не то, что имеет право, но позволяет себе расслабиться на стороне. Ну, например, поехать куда-нибудь, извиняюсь, на блядки с друзьями, на пицца, на шашлыки, каких-то шалав, шлюх вызвали и так далее. Ну, не будем распространяться. Это не считайте изменой. Конечно, это неправильно, это нехорошо, это некрасиво, но, дорогие женщины, давайте смотреть правде в глаза. Есть определенные запретные вещи, которые вы себе никогда не позволите. И себе мужчина, который вас уважает, любит, не позволит с вами. Но у него есть эта потребность, вот такая извращенная, грязная потребность. Ну, надо ему такое. И как ему быть? Он свою фантазию удовлетворяет на стороне с проститутками. Поэтому, если ваши мужчины где-нибудь там налево пошли с какими-то продажными женщинами за деньги, что-то там, не знаю, делали, ну уж не судите вы их так строго, и не надо из-за этого семью разрушать, потому что ни один нормальный умный мужик на проститутках не женится. Но если он даун, то туда ему и дорога. Считаются ли измены вот такие вот шашни? Если эти шашни постоянные и очень ему нравится, значит, ему такая жизнь более приятна, чем вы. Но если эти шашни бывают иногда так между делом, закройте глаза. Делайте вид, что, ну, вы не поняли, не понимаете. Ну, в конце концов, вы же умные, придумайте что-нибудь для себя. Добрый вечер. Закройте глаза на такие вещи. На такие шашни обижаться не нужно. Еще раз вам объясняю. Просто я понимаю, что тебе всяких в шее не хватало, Яна, но у мужчин бывает такой момент, когда им нужно определенные вещи творить на стороне. И эти вещи грязные. И эти вещи вы себе не позволите, ему в том числе. И он себе не позволит у тебя такое попросить. Ну, прям вам надо сейчас взрослые бабы все должна расписывать, посекундно объяснять. Вы поняли, о чем я говорю. Различные есть вещи. Есть вещи, которые женщина может себе позволить. Есть пары, которые, скажем, очень свободны в постели. Вот, скажем так. Они свободно себя ведут. Но есть пары, у которых есть определенные запреты между собой. Есть женщины, которые себе это не хотят позволять. Вот, ни в какую. То есть, скажем так, вот нравится ему это, а ты это не хочешь и никогда не позволишь. Поэтому он идет на стороне это искать. Это не измена. Это развлечение. Посчитайте так. Измена это когда человек берет деньги из дома, уносит, другой бабе покупает кольцо в то время, когда, например, твоему ребенку на сентябрь нечего одеть в школу. это измена. Измена когда он приходит тебя, принижает, унижает, поднимает на тебя руку, приходит туда, скажем так, но это уже женщины сами решат, как разговаривать со своими мужьями. И если он идет туда, это, я знаю, как это называется, не нужно мне подсказывать. Измена и предательство это одно и то же. уходит туда, ее водит, например, в парк, в ресторан. Женщины не настолько обижаются на какой-то, скажем так, не настолько обижаются на какие-то постельные отношения, да, насколько они обижаются на отсутствие внимания и любви. ну вот Лидия прямо-прямо в лоб правду матку и отрезала. В общем, мне сказать нечего. Ой, не могу. Как говорится, коротко и по-русски. Да, 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 правильно, вот примерно это я и хотела сказать. Но там не только это, там иногда бывает ход, идут и палки и всякое-всякое там художество. Понимаете, в чем дело? Там, если вам кажется, что вся проблема в этом, то вы очень ошибаетесь. Есть различные извращенные фантазии, которые мужчине нужно удовлетворять. Так что это не самый страшный, который вы написали. Иногда им нравится, чтобы на одной ноге скакали вокруг него, например, без трусов. Вот кайфует человек от этого. Так что да, бывает у всех свои сдвиги по фазе. Значит, да, да, мурчали, это еще лучше. Главное, чтобы не тявкали. Итак, о чем речь? Речь о том, что женщине даже не так, не столь больны, то есть больно колят постельные отношения, да, чем безразличие к ним, чем унижающие их достоинства безразличие к ним. Спасибо. Например, у жены день рождения, он сказал, что он будет на работе, ему сейчас некогда вот потом присоединиться, и он не пришел. И он не пришел, и она узнает, что он там с ней поехал в ресторан. То есть это больно, согласитесь? Вот такие вещи, которые творит мужчина, это подло, и это предательство. так вот, дорогие друзья, давайте сейчас мы не будем обсуждать, что там человек думает и что говорит, я довершу тему, а потом мы с вами поговорим. так вот, дорогие друзья, если мужчина и женщина любили друг друга, они должны разойтись. если женщина полюбила другого мужчину, она должна уйти от этого человека, только тогда у нее могут быть свободные отношения с этим мужчиной. Не изменяйте. Измена это очень грязная вещь. Вы потом не себя слушайте, хватит со своими советами сюда, то есть со своими просьбами о советах. Никогда не изменяйте. Никогда не предавайте. Просто уходите. Уходите и стройте свою жизнь с другим человеком, если вы с этим человеком несчастливы. Никто вас не осудит. Далее. Никогда виноваты все в этой истории. Никогда не нужно провоцировать мужчину, чтобы он начал вам изменять. Не провоцируйте мужчину на измену. То есть если вы отказываете ему в близости, дорогие женщины, если вы ему отказываете в нежности, в человеческом отношении, он имеет право уйти от вас. Но еще раз призываю, не изменяйте друг другу. Просто уходите. Ой, да что такое? Пусть иди, это не к нам. Иди сюда. Прямо развевает двери свои. Сейчас секунду проверю. Да нет, не к нам. Тихо. Нет, пусть уходите от этого человека. Но не изменяйте. Объясню почему. Потому что измена, она нарушает ваш баланс жизни, судьбе. Измена, она закрывает вам пороги следующего счастья. Во-первых, дорогие друзья, мужчины, они очень хорошо запоминают все. если ты изменяешь своему мужу с другим человеком, придет время, он тебе скажет, я тебе не доверяю, ты же своему бывшему со мной изменяла, кто даст гарантии, что ты мне не изменишь с другим. Он вам это скажет, запомните, он вам припомнит. Покажите себя верной. Верной покажите себя до последнего. Вы верная женщина. Все. Я никому не отдаюсь, пока я не поверю человеку до конца. Мое тело это как награда. Это награда. Это не может быть отдано всем подряд. И когда придет время, он это запомнит, что ты пока не развелась со своим мужем, ты с ним не имела никакие близкие отношения. И он будет уверен, что если ты когда-нибудь разлюбишь его, ты ему об этом честно скажешь и уйдешь, как сделал один раз. То есть покажите, что ваше слово чего-то стоит, что вы не тряпки, которые можно сегодня с этим переспать, завтра с другим переспать. Покажите. Да, кто работает, у того в мыслях нет изменить. Я согласна. Мне тут на свидание, я не знаю, никакими уговорами не затащишь. Потому что лучше я в это время какой-нибудь ритуал сниму. Господи, животные опять вышли на улицу. Многодетные наши. Так вот, второй момент. Дорогие друзья, если вы случайно увидели человека или вы встретились, вы были женаты и вы полюбили друг друга и этот человек понял, что он с вами будет счастлив, но с ней он не счастлив, он имеет право уйти из семьи и жениться на вас. Не надо все связи, все новые семьи приписывать каким-то шлюхам, шалавам. Если человек не получает от своей жены ничего хорошего и он влюбился в другую женщину и он говорит, я хочу уйти от тебя, честно, вот честно сказал, развелись и он создал другую семью. Он имеет на это право, точно так же, как и женщина. то есть я хочу сказать, что не изменяя, не предавая, можно по-человечески, по-людски расстаться и создать новые семьи. Ну вот не люблю я тебя, ну вот я встретил другую женщину, я полюбил ее, ну извини меня, отпусти, мы разводимся, я не буду с тобой жить. Это другой вопрос, не надо все приписывать каким-то приворотам и прочее. бывает естественная любовь и такое возможно. Я знала такие случаи, например, была великая актриса Верико Анджапаридзе, если кто-то знает, и ее муж Михаил Чаурелли, кстати, отец Софико Чаурелли, знаете, да, эту актрису нашу тоже? Если кто не знает, кто такая Верико Анджапаридзе, откройте, посмотрите фильм «Отарова вдова» и вы узнаете, какие бывают великие актрисы на земле. Ее называли одной из величайших актрис мира, чтобы вы знали. В советское время ей американскую премию выдали. В советское время разрешили. Так вот, она и ее муж встретились, когда он был женат. Он был женат, и она встретилась с ним, он ее преследовал. Она говорила, что я подумала, что он сумасшедший. Я, говорит, начала говорить, я на вас жалобу напишу, чтобы вас сумасшедший дом забрали, оставьте меня в покое. В конце концов, он ее добился. Он развелся, женился на ней, и эта любовь была на всю жизнь. Бывает такая любовь, что люди по ошибке просто надо жениться, надо выйти замуж, взяли, там выдали. Но проходит время, они встречают свою настоящую любовь и понимают, ну не этот человек, не этот, не могу, я с ним не хочу жить. И разводиться здесь ничего стыдного нет. Еще раз говорю, честность человеческая, с прежней семьей заканчивай, честно говори и уходи. Это тяжело, но это неизмена. И нету между собой какого-то невыясненного вопроса, нет между собой подозрений, нету магии, нету приворотов, нету ничего. Но знаете, что самое омерзительное в этой жизни, что очень редкие мужчины реально честно признаются, пока жена не застукает, не поймает, ни один мужик не говорит, да, я там изменяю, я с ней живу. Ну не один, я еще такие случаи не знаю, очень редко, я не знаю, один на миллиард, может есть такой мужик где-нибудь, там красную книгу занесенный, но в основном мужчины никогда просто так не уйдут до последнего, пока жена не поймает. Вот когда застукал, тогда начинается, да, вот, вот теперь начинается, вот одна другой подозревает, третий, пятый, только в этом случае. У мужчин честности или трусливые они слишком, чтобы там прийти, честно сказать, женщина, когда хочет уйти, она за свою любовь голову оторвет, она скажет, я влюбилась, я не люблю тебя, я ухожу, даже если это рискованно для ее жизни, она это сделает. Мужчина нет, мужчина никто не прибет, не побьет, но он это не скажет. Так вот, не вымерли все мужики, есть и настоящие, и хорошие, почему, не надо так говорить, точно так же и настоящие женщины, можем сказать, вымерли. Да, это не то, что ты думаешь, Маруся сказал, Вася лежа на светке, это не то, что ты подумала, это мы просто, это самое, ну это, вот мы это, вот как бы это самое, ну ты же умная, что-нибудь придумай. А что там думать-то? Там думать нечего, видишь и понятно. Вот, в лошадке мы просто тут игрались, в войнушку. О чем речь? Речь о том, что не надо воспринимать разрушение, ну как разрушение семьи, любой уход мужчины или женщины. Бывает, что любовь себя исчерпала, бывает, что люди по ошибке сошлись, бывает, что люди поняли, что они уже, как бы, скажем, разные, бывает, что они переросли, знаете, вместе встретились, с каждым было по 15, влюбились, интеллектуально женщина выросла, а мужчина остался на том же уровне, да, на том же уровне. И поэтому, скажем так, неинтересно уже, и они хотят разойтись, или остаются друзьями, или не остаются друзьями, ну, просто уже разошлись, время пришло, исчерпалось это все, это было не по-серьезному. Такое бывает. Это не есть разрушение семьи, это просто новые отношения, человек уходит. Но еще раз вам говорю, еще раз вам говорю, не изменяйте друг другу, не предавайте. Это неправильно, это вашу жизнь изначально неправильно построит. Если вы начинаете новую семью с разрушения, понимаете, если вы начинаете новую семью с разрушения и с измен, новая семья не получится. Да, бывает, что люди понимают, что они слишком много обидели друг друга и по новой начать не могут. Бывает, что люди расстаются, даже женятся, второй раз создают семью и там разводятся, через некоторое время встречаются и понимают, как они любили друг друга и как глупо они себя повели. И они начинают новую жизнь, они после таких ошибок, они начинают, видимо, им просто не хватало зрелости. И они очень быстро, очень легко отказались друг от друга, а потом поняли, что они были неправы. И вот проходят годы, и люди встречаются уже помудревшие, уже прошедшие очень много плохого, тяжелого, да, и понимают, что они могут и сейчас начать новую нормальную жизнь, более мудрую жизнь и не повторять тех ошибок. Вот и все. Это тоже реально. Жизнь, она сложнее, чем всякий сериал, чем всякие, скажем так, трудности, понимаете. Жизнь, она интереснее даже, чем фильмы. Поэтому всякое бывает. В этой жизни бывает всякое, ничему не удивляйся. У нас был один, скажем так, родственник, далекий, он женился на девушке и с ней поспорил, что ли, в общем, она ему что-то не то сказала, в общем, он обиделся, он ее любил. И он на спор, на зло, ну, молодой дурак, на зло с ней не спал. Он ехал по своим делам в другие места, в общем, с ней не спал больше года. Она не говорила родителям, никому не говорила. потом начались слухи, мол, она вот это бесплодная, не рожает. Начали слухи распространять туда-сюда. И мать, ну, две матери, в общем, мама, свекровь, собрались ее забрать в больницу. Она, значит, говорит, меня в больницу возить не надо, я не больная. Вот, настояли, надо в больницу, она говорит, я не могу рожать, потому что я девственница. И вот, когда мать это услышала, разозлилась, мол, что, издевается над нами, я вот выдала дочку замуж, и, значит, он себя так по-свински ведет, разозлилась, забрала дочь домой. Все, увезли ее. Увезли, и проходит два года, ее выдают за другого человека замуж. Этот парень на улице как-то видит, эту девушку, свою бывшую жену, с уже животом большим, с чемоданами, куда-то идет, останавливает и говорит, что у тебя случилось, ты куда идешь, давай подвезу. Она говорит, не надо, я сама найду, как ехать. В общем, начали разговаривать, он уговорил, посадил в машину, везет, и она рассказывает, я говорю, ты понимаешь, я не люблю его, я только тебя любила, я больше никого любить не могу, не люблю я этого человека, и все. Вот я забеременела, я хочу, я уехала к родителям домой, я не хочу с ним жить. И он говорит, я почувствовал себя виноватым, потому что я ей жизнь сломал своей глупостью, но своим вот этим, как бы, молодежной глупостью я сломал ей жизнь, потому что ее забрали, ее выдали замуж, она потом не свыклась с этим человеком, ушла, беременная, то есть я ей сломал жизнь, получается, да, да, дебил, согласна. И он сказал, ты никуда не поедешь, мы едем прямо к нам домой. Вот он ее привез домой, родители приняли, они ее знали, любили, ну, смирились с этим. Она родила этого ребенка, записала на этого человека, на него, то есть у них сейчас трое детей, и старшего ребенка он любит, он никак, ничем не обделяет этого мальчика. Понимаете, он помудрел, он понял, что он сделал подлость этому человеку, он подлость сделал этой женщине, он правда, да, сломал ей жизнь, можно сказать, и теперь должен восстановить эту жизнь, и он это сделал. И никаких там упреков, и никаких унижений, ничего такого не было, до сих пор живут очень-очень счастливой парой, между прочим. Так что о чем я хочу вам сказать? Я хочу сказать, что в жизни всякое бывает. Человек иногда чувствует свою вину, свою глупость, да, и исправляет это. Ну вот, да, он так вот, он так поступил, ну и тем более он любил эту девушку, он любил ее. Просто вот такой, знаете, кавказская, тупая, вот такая пацанская, вот такие понты. А, ты мне там сказала что-то такое? Вот и не буду я тебя касаться после этого. Ну и все. Но прошло же несколько лет, он повзрослел, он обдумал, он понял, он осознал, и судьба привела снова ее, скажем, к нему в жизнь. И на сей раз он уже эти ошибки не повторил. Так вот, я хочу вам сказать, что человек не кончен. Если человек от чего попрекать, он же, она же ему не изменяла, она развелась, ушла, создалась в новую семью. Что там упрекать? Она же не на стороне пошла забеременела, у нее была своя семья, она ушла от него. Вот и все. Он же с ней не спал. О чем я хочу вам сказать, что в этой жизни, да, всякое бывает. Если судьба реально ваша, быть вместе, вы будете вместе. теперь вот такие вещи, дорогие друзья, случаются. Это урок. Это жизненный урок. Это шанс по новой начать жизнь. Но это не разрушение. Это глупость. Это не, ну, скажем так, глупые поступки, необдуманные. Дальше. Что происходит? Второй момент, да, еще раз вам напомню. Не изменяйте. Не изменяйте, не предавайте. Честно поступите друг с другом. Поступите честно. Если бы эта девушка изменила ему из-за его, скажем так, безразличия к нему, навряд ли бы он захотел ее вернуть по новой. Но поскольку она верно, достойно себя вела и просто устала от этого всего, ушла и создала другую семью. Это было неизменно. Это было ее право. Она имела право создавать семью. Пойдемте далее. Уходите честно. Закройте эту тему, чтобы эти женщины друг с другом всю жизнь не враждовали, не подозревали друг друга в какой-то магии, не ходили по бабушкам и дедушкам и так далее, чтобы этого не было чисто по-человечески. Заканчивайте один этап жизни и начните другой. Говорите со своими детьми, учите своих детей честности, не надо детям врать. Мы там, папа поехал по работе, по делам нет. У нас больше общей семьи нету, но он как был, так и остался твоим папой. Даже если этот папа козел, дорогие женщины, не настраивайте, не травите душу детям. Придет время, они разберутся, они прекрасно поймут, что отец был неправ. Но не травите. Самое омерзительное это отбирать детей, не отдавать детей, это детьми манипулировать, это детей использовать, это не отдавать бабушкам. Бабушки тоже там люди, но какие бы они ни были, пусть они плохо к вам относились, но они любят своих внуков, понимаете, это их кровь. Не лишайте их этой возможности, потому что дети, которые растут среди родственников и всех знают, они более счастливые дети, чем дети, которым стоит запрет бабушке, там, не здоровайся, не смотри. Это неправильно. Ведите себя достойно, чтобы ваш ребенок брал с вас пример, как надо строить жизнь, как надо, в конце концов, разводиться по-человечески, как надо новую жизнь строить. Своим примером, что хотите своему ребенку говорить, и хоть бейте ему по голове, он ничего не поймет, если вы говорите одно, живете по-другому. Если ты сама выходишь из улицы, если какие-то мужики тебя лапают там, целуют посреди улицы, если ты сигаретой в зубах стоишь, базаришь с какими-то мужиками посреди ночи на улице, сколько хочешь, ты своей дочери говори, не кури, не шляйся, не шалався, с мужиками не ходи туда-сюда, ты это делаешь, ты это делаешь, и для нее это норма. Она считает, что это нормально, потому что мама же так живет, мы для них зеркало, понимаете, со временем мы увидим себя в них, мы увидим натуральный свой характер, свои повадки, свое поведение, да мелочей мы увидим, потому что мы не просто пример, мы путеводители, мы создаем этих людей, мы, вот какие мы есть, такие наши дети. Хотите увидеть наших дедов? Посмотрите на нас. Вот как мы себя ведем, такие были наши деды и прадеды. Это, это вот миллион процентов. Какая я настырная, такая была моя прабабушка. Точно такой же человек, с ней тоже враждовали, ее тоже боялись, ей тоже говорили, она какая-то, блядь, сумасшедшая женщина, какая-то одержимая, прямо страшно с ней вообще связываться. Вот то же самое говорят про меня. Я отражение своих предков. Будет у меня дочь, она будет такой же, как я, понимаете, и так далее. Это никуда не денется, моя внучка будет такая же, хоть кто. Мне все время говорили, да ты твоя бабка, ну ты натурально своя бабушка, тут с детства мне это говорили. Хотя мне бабушка моя не сажала и не говорила, вот надо вот так делать или так. Да, ее мудрость, я помню, но никто меня ничему не учил. Я помню, когда моя прабабушка кормила свиней и вот случайно свинья, значит, ударила, между ног прямо залезла к ней огромная жирная свинья и она с этим вот этим вот лоханкой, вот этим вот приспособлением, значит, на этой свинье прокатилась, знаете, как как Наполеон по Ватерлоу. Она прямо вот прокатилась на этой свинье. Эта свинья ее повела там метров 10 и она чуть не упала, мы ее ели, значит, поймали и моя бабушка, которая ее сноха, значит, встала и засмеялась там, значит, моя бабка, 90-летняя женщина, подошла и как дала ей пощечину, че ты свою, как она сказала, пасть открыла тут. Мы охренели, потому что моя бабушка уже была бабушкой, уже мы были внуки сколько там лет, она как дала ей, я вот до сих пор у меня перед глазами, мол, ты че не уважаешь старшую свою свекровь, ты че стоишь, пасть свою открыла, вот так, да, вот так вот. Пойдемте дальше. Значит, что далее, говорим? Вот моя бабка была еще та. Да какая разница, вы одна или не одна? Я еще раз говорю, Евгения Маркова, если вы считаете, что любовница это нормально, я вам говорю, любовница это унитаз. Попользовались, все, пошли другое искать. Любовница это место, куда мужик приходит выливать все свои нечистоты, больше никак. Если мужчина вас любит, он никогда не сделает вас любовницей. Он скажет, я поговорю со своей женой и мы с тобой будем жить вместе. Я порву со своей семьей и будем жить вместе. Если мужчина годами с вами тайком встречается, чтобы никто не видел, чтобы никто не знал, этот мужчина на вас не женится никогда. Следующий момент. Бывают моменты, когда женщина глупо себя ведет просто, она влюбляется в него до такой степени, что просто не замечает, не замечает, что она в этом случае не права. То есть она надеется, что он все-таки будет с ней. Эти моменты бывают, любовные, вот влюбленность глупая вот женщина, да, она влюбилась, просто втюрилась по уши, и ей хочется вот что-нибудь, какое-нибудь счастье. Со временем она понимает, что чужое счастье забирать нехорошо и отходит в сторону. ни один мужчина, уважающий себя и свою жену, ну она сказала, или кто сказал, я тоже так говорю, ни один мужчина, уважающий свою жену и себя не станет причиной драки баб, разборки баб, никогда. Он этим двум женщинам сразу же поставит условия и свои места и скажет, я с тобой не живу больше, я тебя не люблю, я буду жить с этой женщиной, или мы разводимся с тобой, ты нормально со мной разводишься, или, значит, мы просто живем под одной крышей, но женой моей будет она. Вот что может сказать нормальный мужик, он никогда не позволит им драться между собой, но и нормально женщина не позволит, чтобы мужчина жил на две семьи. Уся, иди вон оттуда. Дальше. Итак, мы с вами критерии разделили, да, что если мужчина влюбляется или женщина влюбляется, это не разрушение семьи, это говорит о том, что люди вправе любить и они не всегда могут контролировать свои чувства, но это не должно перейти на измену, нельзя это все переводить на измену, на предательство, люди должны расходиться, пусть, вон она, пусть, вот он, люди должны расходиться достойно, мирно и по-человечески, и каждый должен начинать свою жизнь, если они не хотят быть вместе. Люди должны со своими детьми найти общий язык, люди должны своим детям все объяснить, честно, открыто объяснить и разойтись, что мы не муж и жена больше, но мы остаемся твоей мамой и папой, и мы будем точно так же любить тебя, как любили раньше, это не меняет ничего, просто мы уже вместе не живем, никогда никогда не позволяйте своей новой жене унижать своего ребенка, никогда не позволяйте своему новому мужу унижать своего ребенка, никогда, и на голову не сажайте, мол, это мой ребенок, замечаний никаких чтобы не было, нет, но в то же самое время не позволяйте просто так все время гнобить этого ребенка, здравствуйте, потому что от вашего поведения зависит и многое в вашей семье. Как вы себя поставите, так дальше и пойдёт с вашей семьёй, с вашими детьми. Если мужчина наблюдает, если ты позволяешь ему этого ребёнка мучить, значит, ты его детей тоже не будешь любить. Будь просто личностью. И чётко черти границы всех в своей жизни. Да-да-да. Ждёт там. Подождёт. Ничего. Поговорить по WhatsApp ни с кем не говорю. Я слишком занята. Пишем и записываемся на консультацию. Далее. Значит, дорогие друзья, ну, если мужик есть, который любит, как из-за него бабы дерутся, конечно, нет никакого трагизма. Мы, дети, не страдаем. Если детям правильно объяснить, дети тоже страдать не будут. Потому что объяснить, что лучше мы будем отдельно и счастливо жить, чем вместе и каждый день драться. Если есть мужик, которому нравится, что бабы из-за него дерутся, этот мужик с комплексом неполноценности. Если есть бабы, которые между собой из-за мужика дерутся, эти бабы швали просто тряпки, о которых надо ноги вытирать или задницу. Потому что нормальная, достойная женщина никогда в жизни ни с кем драться не будет. В моей жизни бывали ситуации, когда я просто отворачивалась и уходила. Просто я увидела, застала. Я ничего, ни на волосы не кинулась, ни там этими табуретками не замахивалась. Я просто отвернулась и ушла. Я поняла, что самое страшное наказание для этого человека это лишиться меня. Вот и все. Коко Шанель сказала, если ваш мужчина влюбился в другую, накажите его, дайте им возможность быть вместе. Вот и все. Дайте им возможность быть вместе. Через некоторое время он тебя будет умолять и просить на коленях, но нахер он уже дался. отвернулись и ушли. Все. Удачи тебе, всего хорошего. Может быть, он и ждет, что ты сейчас будешь прыгать прямо на нее. Ты, шалава, иди сюда. Еще чего? Еще чего не хватало? Унижать себя. Господи. Увидела, убедилась, поставила точку, для себя сделала вывод. Пришла, разрыдалась, все вещи выкинула, все сожгла. Давай, ебан забитте. На гору к хуям. До свидания. Все. Новая жизнь. И вообще, знаете, что пачкать руки о говно не гигиенично, чтобы кидаться и каких-то баб за волосы хватать. дальше. Дальше. Итак, дорогие друзья, вот разрушение семьи. Как происходит разрушение семьи? Во-первых, начнем с того, что мужчина сильный, честно говорит и уходит. если он сильный мужчина, если он слабый, ждет, пока вы его поймаете, застукаете, да? И тогда уже там, Маруся, ты неправильно меня поняла и так далее. Начинается сказка за сказкой. Клянусь, я первый раз было, это мы просто случайно так вот вместе оказались, порыв, извини и так далее. Ну, простишь, один раз, второй прорыв будет, третий порыв, и так вот до без конца будут порывы. Что нужно делать? Ну, во-первых, мужчина не всегда честен, я уже сказала, да, и не всегда у него хватает внутренней силы, чтобы закончить одну историю, начать другую. Есть такой момент в психологии мужчин. Если женщина отвернулась и ушла, это самый сильный удар по самолюбии мужчины. Запомните, хотите удержать мужчину, никогда за него не держитесь, никогда. Хочешь уйти, дверь открыта, ёбан забитая, пожалуйста, прямо и налево, никто тебя не держит. Всё, до свидания. Никогда не бойтесь терять мужчину, и вы никогда его не потеряете. Никогда. Господи. Они, знаешь, причём они что говорят? И чё, ты вот, я уйду, и действительно тебе всё равно? Конечно. Если ты от меня хочешь уйти, почему я должна падать, там, хватать тебя за подол? Я не знаю, чё. Некоторые дуры говорят, ну, рожала ребёнка, вот, думала, изменится. Значит, пятерых родила друг за другом, всё время надеясь на то, что он изменится. Нормально. С чего рождение ребёнка должно поменять мужчину? Это что, психологический тест такой? Или это какой-то ритуал? Ну, это дебилизм, это слабовольные бабы рожать побольше, чтобы мужик не ушёл. Подождите, дойдём до приворотов. Рожать побольше детей, чтобы мужика удержать. Ни одного мужика детьми не удержишь. Ни одного. У мужчины нет такой духовной связи с ребёнком, как у женщины. Запомните. Женщина его выносила, родила. Мужик взял его готовеньким. Ты, у тебя был токсикоз, у тебя было плохое самочувствие, у тебя ноги опухли, ты свою красоту потеряла, грудь опухла, я не знаю, вся кожа там в разных местах потрескалась, лицо вся покрылось хрен знает чем, а потом роды, а потом восстановление, а потом нету, ты не можешь уснуть целый год, пока он постепенно не начнёт уже приходить в норму. Ты растишь этого ребёнка в мучениях. У тебя больше связи душевной, моральной, чем у отца. Отец, он чувствует, да, он чувствует, что в Китае есть такая хорошая гора, всех туда посылаю бесплатно отдохнуть на лето. Мужчина любит своего ребёнка, он готов за него жизнь отдать, но у него нет той сильной связи, что у женщины, понимаете? И поэтому шантажировать мужика детьми или удерживать это последнее дело, это смешно. Дальше. Ну, если становится любовница к умой, я вообще не могу понять, вот вашу психологию, дорогие дамы, я понять не могу. Вы опять начинаете, вот же, а если любовница к умой становится, а вот как, чего, разве так можно? Если любовница становится к умой, идёшь, значит, на чисто поле, находишь хороший кирпич и прямо по харе, и после этого её будут называть кума-чау-чау. Господи, если любовница к умой стала, что делать? Вот я вам сказала. Делов-то копейку, Господи, прям думаете аж, думаете, как Сократ, что делать, если любовница стала кумой? Сделать из неё куму-чау-чау кирпичом, с помощью кирпича. Или, например, заранее купить ей парик и выдернуть все волосы. Ну, что делать, девочки? Если вы сами тряпки, она и кумой станет, и снохой станет, и свахой станет, и тёщей станет. Если вы тряпки, и вы знаете, что это любовница вашего мужа, и вы готовы, чтобы она кумой стала, что сказать вам? Не знаю. Что делать, говорит? Я вам сказала, есть хороший ритуал. На чисто поле стоит там чёрт турецкий, возьму я у того чёрта турецкого кирпича, да как ёбну по харе наглой, и так далее. Хороший ритуал, попробуйте. Начали, дальше идём. Ну а чё, какой вопрос, такой ответ. Это жарко, я машу, господи. Итак, значит так, да, у меня уже профессиональная болезнь, везде у меня вылазят эти заговоры. Даже морду бью заговорами. во-первых, предают и уходят бесчестно мужчины, которые готовы предавать. Сильный мужчина, он просто так не предаст и по, знаете, заманиванию пальцев не бросит семью и не убежит. Уходят мужчины и предают оставлять трудную минуту, и, как правило, мужчины предают как раз в самую тяжёлую минуту. Вот знаете, почему так происходит? Женщины говорят, я бы, может, простила и поняла, но если бы он меня не бросил в самую сложную секунду жизни, я бы, может быть, и поняла. А почему он вас бросил в самую тяжёлую минуту, я вам скажу. Потому что он искал тот момент, когда ты слабее всего. Когда ты слабее всего и когда ты беспомощна. То есть отец умер, защиты нет у тебя больше. Вот в этот момент он тебя предал. Папы нету. Всё. Он тебя оставил, потому что некому ему морду бить. Понимаешь? Или брат был сильный, например, духом сильный человек. Куда ты уехал, брат? Вот далеко уехал или в тюрьму сел, попал в трудную ситуацию и тут же он тебя предаёт. Потому что как вам сказать? Потому что ты должна быть в самом таком положении сложном и уязвима должна быть. То есть ты должна быть слаба. ты должна быть слаба, чтобы тебя оставили вот в этот момент. Он боится мести родственников, он трус. И он тебя оставит тогда, когда тебе тяжелее. Понимаете? Вот почему два предательства сразу в одном случаются, когда говорят, ну вот почему значит оставил тогда, когда мне было тяжело. ребёнок у тебя заболел, долго болеет, он тебя оставил. Потому что ты сейчас уязвима, ты вся в ребёнке, понимаешь, всё твоё внимание там ребёнка спасти. Не до него идти с кем хочешь гулять, с кем хочешь спи, мне всё равно. Я же не говорю про всех мужиков, просто те, которые предатели. У ребёнка беда случилась, он предаст в это время, потому что ты в это время концентрирована больше на своём ребёнке. Тебе некогда ему сейчас мстить, тебе некогда делить имущество, тебе ничего некогда, тебе не до чего. Вот сейчас он предаст, всё это заберёт, всё загребёт себе самый подходящий для него момент. То есть он ждёт, пока ты будешь слаба, чтобы ударить спину. Так из-за такого предателя плакать стоит разве? Нет. Следующее. Что случается, если, например, семью специально разрушает? Дорогие друзья, вот спрашивают, вот увели приворотом моего мужа, я говорю, не надо никого возвращать, не надо никакой приворот снимать, чтобы он вернулся. Почему? Но вы же говорите, что если вот это приворотом сделано, то можно приворот снять. Можно, но не надо. Знаете, почему? Потому что приворотом могут забрать только того мужчину, который готов предавать. если мужик сильный, ко мне приходили мужчины с женами, которые просились чиститься, они признавались, честно говорили, да, у меня был такой эпизод в жизни, Инга, помогите, пожалуйста, я хочу от этого избавиться, мне кажется, меня к ней тянет, но я не хочу с ним быть, я понимаю, что я не люблю эту женщину, да, но меня к ней тянет, и вот что-то не то у меня, он сам попросился это убрать и спасти его, это значит этот мужик достойный, за него можно в огонь и воду, хоть он сделал глупость, вот почему говорю, не нарушайте законы мироздания, не предавайте, потому что на вас приворот могут сделать только тогда, только тогда, когда вы с этой женщиной спали, если вы с этой женщиной не спали, дорогие мужчины, пускай любые бабки, гадалки вам по ушам ездят, что на вас приворот и семью разрушают, не смогут, жизнь могут разрушать и много чего, сейчас объясню, но увезти из семьи вас не смогут, никогда, единственный способ, чтобы приворот воздействовал на мужчину, это если он с ней спал, но если даже в этом случае даже в этом случае, если мужчина натворил делов и чувствует, что ему нехорошо, он ищет спасения, он не бежит семью бросать, если он сильный человек, если он не склонен был предавать, оставлять семью, так вот, нарушили закон мироздания, изменили жене, вот вам и наказание, смогли вас захомутать, понимаете, так что, когда женщины говорят, ой, помогите, вот на него навели, все такое, ну, основное, это их выдумки, что навели, в основном, какой-нибудь козел просто был, использовал, убежал, а сейчас, вот, навели, он хороший, просто, вот, как говорится, царь, батюшка добрый, это бояре плохие, да, бояре выполняют, то, что царь-батюшка хочет, так вот, основное количество мужчин, которые ушли, даже при воротах, это были предатели, сильный мужчина не уйдет, еще раз повторяюсь, не уйдет, он будет искать выход, он пойдет в спортзал, будет свою энергию там тратить, он по-всякому будет, он даже в магию поверит ради этого дела, лишь бы его спасли, вытащили, следующий момент, что происходит, когда на семью что-то наводят, или приворот, или просто разрушают вашу семью, просто тоже могут разрушить, например, ваша там свекровь захотела, чтобы ее сыночек там женился на дочери ее подруги, и вот она вас выталкивает оттуда, ей пофигу, как, что, дети, ее это не волнует, так вот, как может происходить разрушение семьи, симптомы, во-первых, первые симптомы, что происходят, деньги останавливаются, деньги останавливаются, деньги перестают идти в семью, или если идут в семью, они вечно куда-то уходят, вот деньги пришли, кто-то заболел, надо потратить там, вылечить, вот деньги пришли, дома там ни с того, ни с сего, например, шкаф упал, весь в дребезги разбился, надо новый купить, деньги пришли, собаку там клещ укусил, надо к ветеринару свозить, я не знаю, везде, всюду катастрофы начинаются, следующий момент, вы начинаете чувствовать жар и холод, жар и холод весь день, дорогие друзья, когда уводят мужчину из семьи, не только делают мужчине, делают женщине больше всего, женщине, сегодня мне прислала фотографию женщина, ну, я ей объяснила, откуда и чего, изуродовали молодую женщину, полностью изуродовали, такие болячки выскочили, которые врачи не смогли вылечить, оно полностью изменило, деформировало ее лицо, она молодая женщина, ей 30 с чем-то, она не может себе позволить ни новые отношения, ничего комплексует, изуродовали полностью, мало того, ее ребенок видит всякие симптомы, всякие видят страшные оскалы, рожи в зеркалах, когда уводят мужчину, не просто на мужчину это делают, это делают на вас больше, чтобы вы воняли, чтобы вы были неприятны, чтобы он с вами спать не хотел, чтобы он вас ненавидел, и знаете, как начинается, в основном начинается вечером его активность, вот как только начинает садиться солнце, как только эти силы становятся активны, а как вообще идет разрушение семьи, направляет на семью определенных сущностей, эти сущности приходят и начинают крутить, вертеть, крутить, вертеть, разрушают семью, вот вечером он начинает ходить по дому как лев в клетке, он хочет куда-то выйти, сначала ты не понимаешь, сначала у вас споры, сначала начинаются скандалы, он выскочил, ушел, но потом ты уже понимаешь, что он ищет причину, ты уже ничего не говоришь, ничего не говоришь, ты говоришь, делай, что хочешь, только со мной, не надо сейчас ругаться, иди, иди, куда хочешь, вот ты так всегда, я от тебя ничего не получаю, я не получаю любви, я не получаю секса, я мужик, я человек и так далее, и так далее, ты говоришь, если ты хочешь секса, извини меня, то попроси, я не знаю, скажи об этом, у вас начинается на почве пока постельной эти драки, что ты вот такая, с тобой, от тебя и женщина не пахнет, ты как рыба там холодная, ты ничего мне не даешь, он не понимает, что для того, чтобы ему что-нибудь дали, он должен просить по-людски, когда он там, эй, кобыла, дура, овца, тупая и так далее, как-то с таким козлом секса, знаете ли, не особо мечтается, так вот, он ищет причину, он может обидеть вас любыми словами опять выскочить и уйти, ему надо уйти, разрушается семья, рушат, мужчина превращается в душевно больного выродка, в пустого человека, абсолютно пустого, и та любовница, которая его получит, дорогие женщины, будьте так любезны, отпустите этого мужика, отпустите, у него стеклянный взгляд, он не живой, он становится как мумия, он становится абсолютно никто, абсолютно вообще вот ноль, мертвец, мертвый, зомби, так вот, давайте вы мне не будете советовать, какие ритуалы я должна делать, чтобы обратно шарахнула, хорошо? Еще одна глупость, и вас в форуме не будет. в мужчину вселяется определенная сила, эта сила начинает его от вас забирать, и вы страдаете, и дети начинают болеть, и дети начинают чахнуть, и в будущем это может, знаете, многое сделать потом в вашей жизни, так вот, если он ушел к этой женщине, эта женщина, как это сказано, ей писец по полной программе, потому что она, как вам сказать, она себе взяла не мужчину, она взяла его тело, вот пустой тело, вы вот видели, пустой сосуд там, тук-тук, приворот это страшное дело, приворот это забирание в плен душу мужчины, вселяется в тело мужчины определенная сила, эта сила привязана к этой женщине, вот как на ниточках, знаете, вот куклу, эта женщина вот на этой нитке его тянет к себе, и вот эта внутренняя вот эта вот сущность начинает тянуть, начинает тянуть к себе, сущность уводит его туда, но эта сущность внутри берет в плен душу человека, когда мне говорят, я хочу сделать приворот, значит, я говорю, если вы хотите получить душевно больного нищего придурка, пожалуйста, я могу вам делать приворот, почему мне сказали, что приворот, он усиливает любовь, о чем речь? Приворот это внедрение беса, какой бес вашу любовь усилит, скажите мне, пожалуйста, какая злая сила, злая, низменный дух вашу любовь будет улучшать, покажите мне такую силу, которая будет улучшать вашу любовь, это глупо, женщины, которые первым делом видят весь, знаете, весь эликсир, все счастье в этом мире приворот, они дуры, тупее быть не может в этом мире никого, теперь, если они даже пошли к таким могуйкам, которые якобы делают приворот. Дорогие друзья, эти могуйки отправляют женщин на кладбище ходить, читать между могил, да, без греха приворот, верну без греха, без ничего, это все равно как сказать там, святой киллер, крохну без греха для вас. Как правило, это люди, которые не умеют никакие привороты делать, они где-то начитали у Степановой, да, и тебе говорят, значит, бери там воду, бери вот это, бери не знаю чего, иди на кладбище, ходи между могил, что-то там кидай, говори, капай и так далее, как правило. И знаете, что потом случается? Они вместо того, чтобы приворожить этого мужчину, они просто его сходят с ума, они направляют его жизнь бесов, любой человек, который что-нибудь сделает, что-нибудь да получится, но получится в обратную сторону, понимаете, дорогие друзья? Вот любая из вас возьмет какую-нибудь книгу, какой-нибудь приворот самостоятельно начитает, сделает, может получиться, но все выйдет боком, ужасающая вообще расплата. Что случается, когда ваш мужик ушел по привороту? Вы сидите, наверное, день и ночь и плачете. Ой, я бедная несчастная, увели приворотом моего козлика, как же ж мне теперь жить? А я вам сейчас скажу, что ваш козлик будет делать там. Ваш козлик там будет пить, будет пиздить ее смертным боем, будет забирать ее деньги, не будет работать. Вот, что будет делать ваш козлик. Почему? Потому что его душу взяли в плен. Он уже не личность. Да, он там может стать и наркоманом. Он может и пойти в самые тяжкие, в тюрьму может сесть. Он может абсолютно пропасть. Если у него была фирма, он обязательно эту фирму просрет. Если у него были хорошие друзья, эти друзья от него отвернутся. Со всеми переругается этот человек, закроется в своем мире. Ничего не захочет ни с кем иметь. От детей отвернется, от жене отвернется, от всех отвернется. Пропащий человек. И самое интересное, он будет ее ревновать. Они могут вместе начать пить. Если у них родится ребенок, он будет болен. Всегда по привороту рожденные дети больные. Это расплата за то, что они поперли против вселенских сил. Понимаете? Это больной ребенок. это ребенок, я уже вам говорила, не очень чистых сил. Дальше. Или бездетность их наказания. они начинают вместе пить. Они начинают пить друг друга. Он топорами кидается, он начинает ее бить ужасающе. Дорогие друзья, у моей твою родной сестры увели мужа приворотом. Двухметровый амбал, красавец, но безмозглый козел. Она увела его приворотом. Очень этим гордилась и везде говорила, вот, девочки, рекомендую, у меня есть такая хорошая книга, я каждую ночь начитывала, в общем, добилась своего. И вы знаете, что случилось? В год по три-четыре раза она попадает в реанимацию. Он ее бьет до такой степени, что вообще уже костей не осталось. Все лицо синее. Она была красивая женщина, ухоженная, вся из себя там, была женой прокурора, изменила ему. Каждую неделю попадает в больницу то так, то сяк. И постоянно в этой реанимации. У меня сестра там работала, говорит, я уже устала ее каждую неделю принимать. Вот вам любовь, вот вам приворот. Поэтому, если это вас утешит, ваш мужчина там несчастлив. И женщина, которая это сделала, вообще несчастлива. Не то, что несчастлива, она от него избавляться не сможет уже. Все, трындец, кирдык. Он ее убьет, он ее забьет до смерти, но он не уйдет. Почему? Потому что она связала его со своей энергией. Он ни с кем не может спать, у него не получается. Это единственная женщина, с которой может. Это во-первых. Во-вторых, ноги несут туда, не хочет, разумом знает, что он любит свою жену, понимает, плачет, падает на колени, жопу вам целует, прости меня, я не знаю, что со мной случается. Меня накрывает, я с ума схожу. Все, что угодно. Потом ночью уже он забыл все свои клятвы, я ухожу, пошла нахер, ты не женщина, ты это, поворачивается, уходит. Давайте вы не будете этой глупости задавать. Причем здесь отворот от себя, когда привораживает мужчину и забирает из семьи, естественно, всякое наводит на жену. Я уже сказала, охлаждают отношения между мужем и женой, чтобы его увезти. Значит так, мужчина привороженный теряет деньги, теряет возможность их зарабатывать. Мужчина привороженный начинает болеть, он может стать алкоголиком, конченым, он может стать наркоманом, он может сесть в тюрьму, он пропащая личность. Следующий момент. Мужчина привороженный живет недолго. Почему? Потому что, дорогие друзья, вот вселенная определила этого мужчину жить с этой женщиной. Кто-то взял, вычеркнул это и написал по новый порядок. Да? По новый. Значит, как он будет жить? Со мной будет жить, будет моим мужем. Все, он пришел. Его судьбу вычеркнули, почистили, убрали. Он долго жить не будет. И он умирает, как правило, либо от алкоголизма, либо его убили, либо в катастрофу попал, либо сердце резко остановилось. Как правило, он умирает своей, то есть не своей смертью, и он умирает до 50 лет. Как правило, ну, в очень редких случаях может доживет до 60, ну, так, еле-еле, 58 с чем-то, вот так. Дальше. Дорогие друзья, женщина, которая его приворожила, полностью теряет к нему интерес. Как только этот мужчина становится вашим, вот вы когда говорите, делать хочу приворот, как только этот мужчина станет вашим, вы его разлюбите, а он нет, он вас любить не будет, но он вас не отпустит никуда. Как только вы сделали приворот дурой, вы его перестаете любить, вы получаете оболочку, вот, 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 есть тут душа? Его не существует, это труп. Вы получаете обычный труп мужчины, который ходит, разговаривает, писается, не знаю, купается, кушает и так далее. Но там нет любви. Нет любви и там нету, нет ничего. Там мёртвая зона. Вы получаете психбольного, изувеченного, изувера, тирана, человека, у которого полностью разложение, деградация личности началась, у которого душа в плену у тёмной силы. Если эта тёмная сила его жену прямо принижала, унижала, причиняла боль и получала определённую энергию от этой жены, от её страданий, неужели вы думаете, что эта тёмная сила перестала питаться этой энергией? Теперь она будет питаться тобой. Она теперь будет питаться твоей энергией, она будет жрать тебя. ты получишь нищего, психбольного человека с разрушенной судьбой. Я не говорю о настоящей любви, я не говорю о том, что люди встретились, полюбили, вот решили развестись со старой семьёй, создать новую. Ещё раз говорю, это насильно приведённый человек. Если ты насилуешь душу, волю человека, если ты идёшь против природы, даже если жена сделает на своего мужа приворот, какая разница? Если жена сделает на собственного мужа приворот, якобы, чтобы он не гулял, она то же самое получит на свою голову. Вы что думаете, что только любовницы, которые привораживают, могут что-то получить? Вы тоже можете, если вы настолько дуры, что собственного мужа привораживаете. Почему я вам не разрешаю делать приворот? Я говорю, зазывы делайте, зазывы дуры, зовите его. Если вы для него что-то значите, он придёт, вы с ним поговорите, объяснитесь, и будет естественная любовь. Вот поэтому говорю, не привороты делайте, а зазывы. Это значит пробудить в нём интерес к себе, чтобы он пришёл, попросить некую силу привести его к тебе, привести, привести. Всё, давайте сейчас мы не будем говорить, как делать зазывы. про это сказано и дано тысячи ритуалов. Вот когда он пришёл, тогда поговорить. А если я говорю, что нужно, давайте сейчас не будете эту хрень меня сейчас спрашивать, Господи. Когда говорю, пробудить страсть у мужчин, когда я вам говорю, сексуальная привязка для того, чтобы по карьерной лестнице подняться, то есть, чтобы ты нравилась мужчинам, это разные вещи. Единственный момент, когда я уважаю женщину за приворот, когда она хочет сделать приворот, чтобы ему отомстить. Если он оставил её, сделал ребёнка, оставил её, посмеялся над ней, не помогает, унижает, да ты от кого-то там загуляла, родила, да это не мой. И вот тогда, когда ты берёшь и делаешь приворот, и он за тобой как собака бегает, плакет, и бьётся, не знаю, оскалой, вот тогда я уважаю женщин, да. Она не любит его уже, но она хочет ему преподать урок. Вот как он её унижал прилюдно, так, чтобы он готов на всё, он готов на всё, он готов упасть на колени при людях, он готов жопу твою целовать при людях, и так далее. А потом ты ему говоришь, а теперь пошёл нахер отсюда, ты мне не интересен, до свидания, пускай мычит. Вот это другой вопрос, так я уважаю женщин, а привести психбольного, изувеченного, с изувеченной психикой, с потерявшей деньги, всё на свете, мужчину к себе, и думать, что ты будешь счастлива, ты дура. Значит так, любой момент, когда вы мужчину приворожили, вся эта любовь, страсть, всё это желание, что есть внутри вас, передаётся ему. он чувствует то же самое, что вы чувствовали, но через некоторое время, ровно как только он вас полюбил, как только вы такая счастливая парите на небесах, счастье, проходит три месяца от силы шесть, от силы шесть, и вы перестаёте его любить, вы его разлюбили, вы его абсолютно разлюбили, всё, он для вас больше ничего не значит, но вы его привели, вы пустили демона в свою жизнь, слушая всяких тупорылых могуев, которые там по снам гуляют, какие-то ритуалы делают, красота, вообще супер, зачем тут помогать человеку, если можно во снах гулять и делать ритуалы, зовите меня, я вам помогу, вот такие вот больные существа, называешь себя ведьмами, когда вам советуют, что приворот, это так хорошо, это делает вас вкуснее для мужчин, он же твою мать не из племени Чунга-Янга, что пришёл меня вкуснее сожрать, что значит быть вкуснее для мужчин, аппетитнее, идиоты, это смешно вообще, это дебилизм какой, аппетитнее, вкуснее, фу, жарить тебя с кетчупом или как будут, так вот, вкуснее вы не станете сто процентов, но ваша энергетика изменится, изменится его энергетика, и счастье не получится, и самое главное, что я хочу вам сказать, каково вам жить с мужиком, зная, что вы должны ему всё время что-то подливать, что-то начитать, что он вас на самом деле не любит, что он с вами только потому, что вы что-то начитали или сказали, подумайте об этом, разрушая семью, запомните, ваши все эти постельные трахи, не стоят одной слезинки ребёнка, который посмотрит вслед отцу и скажет, папа, ты нас бросаешь, да, подумайте над этим, суки, просто подумайте, когда вы идёте к этим бабкам и хотите разрушить чужую семью и вытащить его оттуда, если он там счастлив, если он несчастлив, он сам придёт, он сам даст о себе знать, но если вы, зная о том, что у них хорошая семья, что они счастливы вместе, лезете и разрушаете это, вы просто на секунду представьте, глаза этого ребёнка, который смотрит вслед за уходящим отцом. Представили, да? Вот точно так же будет смотреть ваш ребёнок, когда он вас бросит и точно так же уйдёт. Просто представьте, и вам станет дурно. Вы поймёте, что вы делаете великое преступление, которое делать нельзя. вы наводите на женщину болезнь. Чем виновата эта женщина? Это её семья. Тебе понравился её мужик, но чем она виновата перед тобой, что ты её принижаешь? Если этот мужчина тебя любит, пусть он объяснится с ней, спокойно и уйдёт. Повернётся и уйдёт. Зачем ты поганишь её молодость? Почему ты наводишь на неё всякие там порчи, чтобы она располнела, подурнела, чтобы у неё лицо деформировало, чтобы она в аварию попала? Чем ты думаешь в этот момент? Каким местом? Ты тоже женщина. Придёт время, твой козёл кому-нибудь ещё понравится. И вот теперь будут уродовать тебя. И может быть, на тебя, знаете ли, акула похлеще позубастее найдётся, чем ты была. Вопрос. Тебе это понравится? Поставь себя на место этой женщины. Если среди вас есть такие, которые сейчас думают об этом, отпустите это. Мы не будем сейчас говорить о всякой билиберде религиозной, там, грех и прочее. Я вам говорю, как человек, отпустите это. Не вздумайте это делать. Вы получите больную тварь. Через некоторое время вы его разлюбите. Он будет вас бить. Он будет вас принижать. Я говорю вам правду. Я не говорю вам то, что говорят все, чтобы на вас дурок заработать. когда вы пишете приворот, у вас выходят тысячи сайтов. Приворожу без греха. Что значит без греха? Объясните мне, темной женщине, как можно без греха привораживать. Скажите мне, пожалуйста, как это делается без греха, и я буду очень счастлива. Плач ребенка, когда отец бьет мать, это без греха? женщина, которая уродуется, с которой муж не хочет спать и унижает ее, это без греха приворот? Женщина, которая как дура пошла себе вены вскрыла и умерла, это без греха его вытащили? Мужчина, который потерял свою жизнь, потерял свои деньги, от которого отвернулись друзья, товарищи, все, ты его без греха по-твоему к себе привела? Что ты скажешь своему ребенку? Твой папа, сынок, бросил там ту семью, они были нехорошие, и вот мы хорошие, нас любят. Как ты будешь ему в глаза смотреть? Когда ты родишь своего ребенка, ты поймешь, что это такое. Тебя будет просто кипятком обдавать каждый раз, когда будут проходить мимо папы с мамой, и твой ребенок будет поворачивать шею и смотреть вслед за уходящим чем-то папой, потому что у него своего папы нету. Это без греха? у вас нет головы, вы не думаете, вы думаете просто одним местом, а если по прямой писькой думаете, вот эта гребаная писка когда-нибудь успокоится, ей уже не надо будет ничего, но то, что вы сделали, придет на голову тебе, твоим дочерям, твоему роду, вы не понимаете, что есть слабые женщины, которые могут по жизни пропасть, по жизни пропасть, могут просто уйти от этого мира, могут с моста кинуться от этой боли, потому что дуры, но они слабые, вот любят она этого козла, и ничего не сделаешь, а ты радостно проходишь там в свадебном кортеже со своим козлом, и думаешь, ой, ты такая супер женщина, начинай новую семью, не причиняя боли старой семье, и тогда у тебя будет счастье в новой семье, не причиняя эту боли, народ не дурак, когда говорит на чужой боли, ты не построишь новую жизнь, от женщины, которая любит, которая разбивает их семью, начинает становиться злобным, он не приходит домой, он не начинает из ни в какую, он не уйдет, он не уйдет, он будет б***ь смертным боем, но он никуда не уйдет, все вам предлагают приворот, первым делом, как только у вас начинаются какие-то встряски, все начинают вам предлагать приворот, виснет, да, ну, сейчас исправится интернет, вот так вот исправилась, это интернет, ну, вот это интернет, вам все предлагают сделать привороты, вам все предлагают делать приворот, которые, которые якобы даст вам, не знаю, новую жизнь, и этот приворот белый и без греха какого-либо, дорогие друзья, это призыв очень злобной силы и наслание в жизнь мужчины, и там не может быть ни без греха, ни без преступления, вы идете против сил, которые соединили мужчину и женщину, тут не может не быть без греха, ну, грех отставим, ладно, это преступление, за это преступление есть кара определенная своя, разрушение, семьи, это преступление против мироздания, какой бы он не был этот мужчина, в любом случае, следующий момент, ни одного сильного мужчину из семьи увезти невозможно, он обязательно будет искать выходы, чтобы избавиться от этого, от этой зависимости, и он от этой зависимости избавится, только слабый мужик, так, все, вопросы потом, только слабый мужик уходит, сильный человек обязательно ищет выход из ситуации, он так просто не бросит семью и не уйдет, в этом мире хватит мужчин и на вашу долю, чужое не забирайте, чужие объедки вам не нужны, если вы встретились и это роковая любовь, вы полюбили друг друга, честно, пречестно заканчивайте историю со старой семьей и начните с новой семьей, не делайте подлости друг другу, не делайте гадости, не изменяйте, не предавайте, просто заканчивайте и скажите я с тобой несчастлива, садитесь, поговорите со своими детьми, объясните ситуацию и разойдитесь, чтобы вас тоже не называли любовницей и его не называли козлом, а просто сказали люди и разошлись и построили новую жизнь, не подозревали друг друга во всякой магии и прочее, прочее, да, и запомните приворот, который вам предлагают, возможно как бы навести на мужчину только на того, кто с вами спал, если у вас не было постельных отношений, никакого приворота быть не может, не сработает это, поэтому, когда вы идете, все вам говорят, да, не вопрос, через три дня будет твой, этого не будет, это все равно, как набрать, взять фотографию Киркорова, пойти сказать, приворожите, он тебя знать не знает, кто ты вообще, чего ты вообще, как он будет, это не сработает, я про приворот уже говорила, любовные ритуалы ютуба, откройте, посмотрите, итак, дорогие друзья, привороты по всему сайту, по всем этим каналам, показывают люди, которые наживаются на вас, эти люди не умеют делать приворот, потому что тот, кто умеет делать, я умею делать, не делает их, отговаривает вас, нельзя, вы пойдете вас отправлять на кладбище, делать какой-то приворот, вместо приворота вы его убьете, сколько было таких случаев, когда дура пошла сделать приворот на парня, который ее любил, и так, они уже готовились к свадьбе, она тупое существо, я не знаю, сподвигла, что вот какая-то могуйка ей сказала, что, мол, любовь будет горячее, она пошла на 40 крестов, почитала на кладбище, он разбился через 40 дней, вот тебе и приворот, они делать не могут, ну, даже если бы они что-то делали, не получится ничего, понимаете, не получится, будет только, единственное, это посыл очень злой силы в вашу жизнь, которая разрушит, и так, приворот, это подселенец, это подселение мужчины другой силой, духом, этот дух берет просто в плен его душу и тащит его ноги к тебе, иногда мужчина говорит, я сознанием понимаю, что я тебя люблю, но ноги ведут туда, я не могу ничего поделать, уходят только слабые мужики, сильные ищут и находят выход, очень часто женщина, которую водят приворотом, в итоге с ним не живет, не могут они вместе жить, даже если она увела его, и итог очень плачевный, мужчина живет мало, умирает, как правило, или насильственной смертью, или неестественной смертью, или начинает спиваться, бабы, которые ходят гадать на мужчин везде и всюду, они прогадывают, все бабы, у которых мужик появляется, они бегут по бабкам узнать, будут вместе, не будут вместе, в итоге расстается всегда, нельзя загадывать, особенно мужчин, вот что происходит при привороте, это трагедия, трагедия всех, и в первую очередь, той дуры, которая это сделала, потому что она, помимо всего, будет отвечать, и отвечать будет и она, и ее потомство, на этом все, всем удачи, будут вместе с тем, и удачи, которые везде, уют, Продолжение следует...